Есть несколько классических таких приемов в постановке вопроса, которые наши партнеры, в кавычках, очень любят. Как правило, в последние годы, когда речь заходит о Второй мировой войне, не ставится вопрос о ее причинах и о предыстории. А ведь главный вопрос в любом социальном процессе – это, как говорили древние римляне, кибона. Кому выгодно, то есть важно вскрыть главный интерес. Когда-то Гюстав Лебон, автор книг о массовой психологии, Ленин очень любил читать эти его книги. Так вот, Лебон сказал, да, конечно, именно когда он говорил о Первой мировой войне, это Вильгельм II капнул последнюю каплю в ту чашу, которая переполнилась и началась война. Но для историка важно понять, кто же наполнил чашу до краев, чтобы хватило последней капли и это пролилось. То есть вот этот момент о причинах войны в последних дискуссиях не ставится. Потому что если его поставить, то выяснится, что Гитлера вели к власти англичане и американцы. Есть замечательная книга Гвида Препарата, которая переведена на русский язык, которая называется «Гитлер инкорпорейтед», как США и Великобритания создали Третий рейх. Я ее рекомендую всем посмотреть, это очень серьезное исследование. Значит, иными словами, первый заход – это не ставится вопрос о причинах войны и об интересах, которые были у поджигателей и заговорщиков. Вторая вещь. Массовый исторический процесс разбивается на мелкие индивидуальные проблемы. То есть вам говорят, важно индивидуальное переживание войны каждым человеком. Ну, конечно, важно, кто же будет спорить. Важно, как люди воспринимают, что они помнят о войне. Таким образом, целостный процесс разбивается на микромолекулы и исчезает важное, исчезает противостояние, исчезают сражения, исчезают победители и побежденные. Все оказываются вроде бы побежденные. Таким образом, у нас крадут победу. Еще одна вещь. Происходит подмена главного, то, что было главным в войне, второстепенным. Ясно совершенно, что в любой войне нарушаются права человека. Но войны ведутся не для того, чтобы нарушить права человека. Войны ведутся для того, чтобы одна группа установила свою гегемонию и контроль над ресурсами и отняла эти ресурсы у другой группы. Нарушение прав человека – это вторичный процесс в этой борьбе. Нам же часто очень говорят, что главное в войне посмотреть, как нарушались права человека, чьи права нарушались. И опять же, это делается для того, чтобы скрыть реального агрессора, увести от реального анализа событий. Еще одна вещь. Вот это смешение агрессора и жертвы. Часто очень говорят, что Сталин так же виноват, как Гитлер. Но ведь это не Сталин напал на Гитлера, а Гитлер напал на Сталина. Это Третий Рейх напал на Советский Союз. И любая постановка вопроса о том, что Советский Союз так же виноват в войне, как и Третий Рейх, она уравнивает агрессора и объект агрессии. И таким образом частично снимает вину с нацизма и с Гитлера. Ну и наконец последняя по счету, не по значению вещь. Русский фактор практически не упоминается во всех нынешних разговорах о Второй мировой войне. Не упоминается ни русский героизм, о котором писали много и Черчилль, и Эйзенхауэр в свое время. Этот вопрос не ставился. Вообще вопрос о роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне до 1991 года не ставился практически. Только когда Советский Союз рухнул, можно было начать пинать мертвого льва. И кроме того, русский фактор не анализируется и не ставится под вопрос по линии жертв. А ведь Советский Союз потерял 27 миллионов людей. Из них 14 миллионов, более 14 миллионов, это люди, которые были уничтожены немцами совершенно сознательно. Были также военные потери и были те, кто погиб в плену и погиб в Германии, кто был угнан в Германию и погиб там. Это самый настоящий геноцид. И нужно это помнить. И когда в жертвы Второй мировой войны попадают цыгане, гомосексуалисты, евреи, но при этом не говорится ничего о русских, которых погибло больше, чем вместе взятых других людей, я считаю, что это такое пренебрежительное отношение к русским. Это проявление русофобии. И это должно пресекаться очень жестко.